Это важно на уровне федерации. Есть еще замечательный регион. Федерация дает деньги региональным властям, а частная компания получает у региона. Во-первых, нужно показать, что ты реально начал финансировать свой проект, там есть требования от приезжающего финансирования. Иначе регион, даже получив федеральные деньги, на счет управляющих компаний, деньги не скинет. Есть требования, что за первые полгода должно быть потрачено не менее 50% от частного финансирования. И вот тут регион уже просит подтвердить платежами о том, что ты реально вложил свой проект в деньги. Дальше. Когда регион доводит до вас финансирование, он скидывает вам на счет УФК. Это называется казачейское финансирование. Что такое казачейское финансирование? Казачейское финансирование регулируется приказом Минфина 259. Я об этом ужасе никогда не знала. Почему? Тут уже вступает в силу правила Минфина России. И вот в этом казачейском сопровождении написано, что они выделяют деньги за фактически оказанные услуги или поставленные товары. То есть у вас есть счет в казначействе, там лежат ваши деньги. Вам выписали выписку за счеты, что они у вас лежат. Но казначейство проведет вам платеж, когда вы принесете акты выполненных работ по строительно-монтажным работам. КС-ки. Да, то есть реальность такова, что когда вы планируете строительство, надо все-таки закладывать, что вы сначала на свои небюджетные деньги финансируете какие-то этапы, потом строительно-монтажные работы заканчиваются, формируется КС-ка, и тогда вы сможете за счет субсидий возместить свои понесенные расходы. Поэтому очень осторожно нужно вот это финансовое планирование делать и понимать, что субсидию, даже если вы выиграете корпус и она ляжет вам на счет, по сути вы сможете тратить на свои нужды прием в возмещении собственных понесенных. То есть с казначейства кому будут деньги? Подрядчику или вам? Это два варианта. Можно нам, можно подрядчику, но мы пошли по пути, чтобы размещали управляющих компаний. Если подрядчик попадает под условия казначейского сопровождения, он должен открыть счет в казначействе, и тогда казначейство с нашего счета в казначействе перечислит подрядчику на счет в казначействе. И тут еще идет вопрос проверки целевого использования средств. Зачем он нужен в счет в казначействе? Потому что все проверяющие органы будут выходить и подслеживать денежные потоки со счета казначейства. Если возмещение идет в управляющую компанию, то проверяющие проверяют в управляющую компанию. А если вы попросите, чтобы казначейство заплатило на прямую подрядчику, то проверяющие придут и подрядчику. А какой надзор тоже существует? Трой надзор? Это тоже госорганы? Но трой надзор осуществляет надзор за качеством самого строительства, их вот эти финансовые дела не интересуют. А финансовые дела, ну у нас это прописано в соглашении с регионом, но это выбор региона. У нас прописано, что нас проверяет коминет региона, как главный экспедиции, Минфин, контрольный комитет, прокуратура, следственный комитет. Ну, в общем, наоборот, наоборот. КАРЭСКО подписывает управляющая компания. Да, вот и власть, тут КАРЭСКО не подписывает. Эти технологии, пожалуйста. Технологии, геональны. Ну, плюс, конечно же, управляющая компания и осуждение строительства тоже не заказка закрасить, а осуществляет самостоятельность. Спасибо. Думайте, пожалуйста, еще раз, а Вы не могли бы пояснить, как видит Минэк, что Вы расходили 21 собственным средством? Как видит Минэк? На стадии заявки мы пишем только письмо, что анализуемся. А дальше Минэк Россия скидывает Минэку региону. Вот с этого момента их, ваша заявка Россию уже не интересует. Отчеты в Минэк России шлет регион. Тогда регион, то есть Минэк, что же так лицо? Да, совершенно верно. И по сути, вот с Россией вы взаимодействуете в стадии корпуса. Дальше они вас отдают в регион, и у вас все взаимоотношения с региональным местом. Так же, а как же они видят, это собственные средства, которые за счет вашей финансовой деятельности получили, или это может быть какие-то там, какие-то бюджеты? Ну, вот, это распределено по счетам. И счет, если субсидия за счет казначейства, у нас есть свой счет в коммерческом банке, и, соответственно, если эти платежи представлялись со счета в коммерческом банке, для того, чтобы отредить наши целевые финансы, мы вставляем договор с подрядчиком, они проверяют предмет договора, там должен быть обязательно прописан адрес, что это адрес вот этой площадки. Потом там просто будет адрес, и там можно провестись на три года. Нет, если регион вам дал деньги в ученочное место, в Валентинске не ваша, собственно, отгоняешься в детстве? Мы частный банк, нам субъект, нам наших не вручет ничего не давал. В каком уже к вам задавались, когда подрядчик в шутках? Мы частный банк, соответственно, мы можем забирать подрядчика. Спасибо большое за подробный комментарий. И раз уж мы заговорили про подрядчиков, которые тоже должны быть какой-то там еще раз в рамках начистости, не всегда это просто, у нас каждый год еще больше становится заявок от парков на строительство арендных готовых защитей для резидентов. Это всегда тоже большое количество вопросов создает, как запроектировать, как спланировать, как сделать ошибок. И мы вот сегодня попросили наших коллег из компании Aston Buildings рассказать про основные ошибки, которые могут быть встречаются при строительстве готовых модерных зданий.